Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет новостной ролик, в котором речь пойдет про предстоящую закупку коллективную новых автомобилей у официального дилера. Тем, кто пользуется инстаграмом, предлагаю подписаться прямо сейчас на страницу канала. Там выходят только анонсы предстоящих роликов, в которых вы можете высказывать ваше мнение, давать советы заранее. Сегодня на дворе 29 августа 2017 года. Погода уже по-настоящему осенняя, поэтому мы не тянем кота за хвост, а начинаем прямо сейчас. Поехали! Итак, коллективный сговор на покупку новых автомобилей. Я знаю то, что вы уже в принципе с идеей знакомы, но на всякий случай кратко напоминаю. Чуть более 7-10 дней назад здесь я предложил скоперироваться всем тем, кто в октябре-ноябре хочет купить новый автомобиль определенной марки от 1 миллиона до 2 миллионов рублей. Собрать 5 человек и вместе с ними уже прийти к официальным дилерам с предложением. Вот смотрите, мы можем у вас одним днем купить 5 автомобилей абсолютно на разных условиях. Кто-то будет покупать в кредит. Кто-то будет покупать в трейды, но суть будет одна. Мы покупаем машину одним днем. На основании этого мы будем просить от них предоставить нам хорошие скидки, подарки и сделать какое-то комплексное предложение. Число участников может быть больше, но точно не меньше 5. 5 это пороговое число, ниже которого мы обращаться не будем. При этом лично я, как организатор, ни с кого за участие денег не прошу. В тот же момент к дилеру никаких претензий и условий предъявлять не буду. Из серии дайте 5 тысяч в кулачок за каждого приведенного клиента. Нет, все будет честно, прозрачно. Задача одна, выбить максимально выгодное предложение именно для вас. Поймите, мы проводим эксперимент, целью которого посмотреть, изменится ли предложение от официальных дилеров, если прийти одним днем и купить сразу много автомобилей. Одни говорят о том, что дилер обязательно должен заинтересоваться. Другие некие эксперты начинают говорить о том, что ничего у вас не получится. В любом случае подпишитесь прямо сейчас на канал, если вы этого не сделали, чтобы посмотреть, что же из этого всего получится. И вот теперь, когда я вам кратко напомнил всю суть идеи, переходим к нашему ценовому диапазону. Было заложено от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, ну вот в этот промежуток. И как вы думаете, на какие автомобили был самый повышенный спрос? Вот честно вам говорю, по мере возрастания. CX-5, Mazda 6, Kia Optima и в заключении была Toyota Camry. Да, были люди, которые спрашивали Octavia. Их было немного, 2-3 человека. Были люди, которые даже пытались спрашивать за Touareg, который вылетает за 3 миллиона рублей. Тем не менее, автомобили были разные, но был 1-2 человека. И как я вам говорил, нам нужно обязательно минимум 5 человек. И вот за прошедшие 7-10 дней, с момента оглашения, нас набралось чуть больше 25 человек. 25 человек на сегодня это общий список, но он пока что еще продолжает расти. Вы сами понимаете, времени еще в запасе, поэтому я уверен, что нас будет намного больше. И исходя из того, что вы проявили заинтересованность на все 4 модели, и у нас есть должное количество участников, я не буду выбирать какую-то одну. Мы отработаем по всем моделям. Какие мной были предприняты первые шаги? Ну, смотрите, касаемо Mazda, я не сомневаюсь в том, что они по-любому будут заинтересованы в участии. Но, тем не менее, я им позвонил, кратко объяснил всю идею. Один из официальных дилеров сразу подтвердил свое участие, сказал, давайте будем участвовать. Далее, я позвонил также в Toyota, и они тоже сказали, да, нам это интересно, мы будем участвовать. И больше всего я переживал за Kia, потому что я думал, что на Optima наверняка скажут, вы присылайте, мы посмотрим, но вряд ли что-то мы вам толковое предложим. В лучшем случае это будут автомобили с наличием, с какими-нибудь недорогими допами для вас. Но вы понимаете, Kia Optima сегодня как бы такая популярная машина, пользуется большим спросом. Тем не менее, один из официальных дилеров сказал, нет, мы будем участвовать, и наверняка что-то хорошее для вас мы предложим. И все они в один голос сказали, ну что ж, ждем от тебя список. И вот теперь ты спросишь, о каком списке-то идет речь? В ближайшее время я всех, кто обратился, начну прозванивать и со всеми детально проговаривать вопрос о условиях покупки автомобиля. Какой цвет, какая комплектация, покупать будете в трейд-ин, за наличный расчет, будет ли кредит, в общем, все тонкости, все условия будем обязательно проговаривать. Если это трейд-ин, какая машина, какое у нее состояние, какой пробег, чтобы хотя бы составить примерную картину, отправив этот список дилеру, он посмотрит и сразу поймет, о чем же будет идти речь. И вот этот момент, я считаю, то, что он немаловажный и очень сложный. Объясню. Один человек скажет, у меня, к примеру, автомобиль, вот в трейд-ин будет Шкода Октавия, рыночная цена, которую я вижу 600 тысяч рублей. По факту, в дальнейшем, приехав к официальному дилеру, он его может оценить в 450 тысяч рублей. И вот здесь могут начаться какие-то разногласия. Поэтому на берегу мы сразу все это будем решать, и обо всем договариваться и проговаривать. В любом случае, работа предстоит кропотливая, но опять же, говорить о том, что это что-то сверхсложное, я не вижу никакого смысла, все это легко, все это решаемо. Будем договариваться. Важно отметить одно, что ваши личные данные, фамилии, имя, отчество, номера телефона, ваша электронная почта будут оставаться только у меня и у вас. Никому я ее передавать не буду, поэтому не стоит вам ожидать какие-нибудь смс-ки с рассылкой из серии вы хотели купить автомобиль, приезжайте к нам, у нас для вас хорошее предложение. Нет, всю информацию буду бережно хранить. Что же дальше? Когда у меня уже на руках будут вот эти списки, я их начну отправлять напрямую руководителям отделов продаж салона. То есть низшее звено в виде менеджеров мы сразу отметаем, потому что они ничего толкового нам предложить не смогут, кроме как штатные, стандартные вещи. Все решения принимает либо руководитель отделов продаж, либо непосредственно генеральный директор салона. Вот с ними-то мы и будем взаимодействовать. Если посчитать общее количество официальных дилеров Kia, Mazda и Toyota, их будет, скорее всего, чуть больше 40. И вот каждому из них обязательно придется отправлять наш список. И уже из них начнут выбиваться первые фавориты, которые будут делать наиболее привлекательные предложения именно для вас. И вот на этом этапе наверняка всплывут различного рода подводные камни, но я предполагаю то, что нужных автомобилей в нужном цвете, в нужной комплектации наверняка где-то может не оказаться. Как-то мы этот вопрос по-любому будем решать. Без труда не вытащишь рыбку из пруда, поэтому будем добиваться поставленной цели. И вот после того, как у нас уже прорисуется топ-3 лучших дилера, которые будут к нам делать самые интересные предложения, мы начнем с ними вступать в личностный контакт. Я начну каждому из вас говорить уже контакты, и по возможности вы будете приезжать, прозванивать и проговаривать ваши условия еще раз, чтобы уже непосредственно тебе озвучили, что да, все в силе, будут такого-то рода подарки, такого-то рода будет скидка. Если это трейд-ин, кредит, все будете рассчитывать, оценивать самостоятельно. И вот здесь уже будет многое зависеть от тебя, чтобы ты не тянул время, не тянул кота за хвост, не размазал кашу по тарелке, а нашел время, приехал, оценил свой автомобиль, просчитал все условия. Это командная работа, и здесь все зависит друг от друга. Если же будут всплывать мифические дилеры из серии, которые по телефону будут обещать одно, а по факту, когда приедешь, они начнут разводить нас, в прямом смысле это условие говорить, ой, извините, я не так понял, но у нас были немного другие условия, у нас есть камера, у нас есть канал, у нас есть YouTube, мы обязательно их снимем, и мы покажем на всю страну и скажем, ребята, вот этот человек ведет себя не совсем корректно. Напоминаю то, что это все эксперименты, в первую очередь здесь все зависит от вас, участников, не от меня, я лишь организатор, я только вас собираю вместе. Я не могу вам давать гарантию о том, что нам 100% дадут бешеные скидки, что нам 100% начнут дарить каску в подарок, ставить сигнализацию, посмотрим, посмотрим, что из этого всего получится. Одно знаю точно, наверняка кто-то начнет отказываться, будет говорить то, что что-то не срастается, что-то пошло не так, да дай бог. За руку никого не тяну, никого нигде не заставляю расписываться, у нас участников с запасом, поэтому мы лишь будем смотреть и наблюдать, что же из этого выйдет. Получится, будут хорошие предложения, значит, мы обязательно это будем продолжать, и в следующий раз мы уже сделаем то же самое, только с другими автомобилями. Отдельно, кратко хочу затронуть негативных людей, я только затронул тему, просто вынес идею, а уже есть те, а ты рыжий кого-то обманешь, ну во-первых, я не рыжий, а белобрысый, если уж на то пошло. Как это, почему рыжий? Свет как-то падает, у друзей даже спрашивал, не рыжий, белый, белый, белобрысый, белесая мышь, как угодно можете называть, я на провокации никогда не ведусь, настроение у меня всегда отличное, но шампур вам в ухо за недоверие, все делается по-честному, все делается в открытое, поэтому вы просто не мешать, отойдите в сторону, я знаю то, что с вашей стороны всегда будут комментарии серии, у вас ничего не получится, да вы ничего не знаете, ты все знаешь, ты самый умный, поэтому не трать свое время на YouTube, иди занимайся своими делами, а мы будем продолжать наши дела. И подводя итоги, еще раз хочу сказать, то что процесс запущен, я уже этим начал заниматься, время у нас в запасе, если ты хочешь купить себе в октябре-ноябре CX-5, Mazda 6, Kia Optima или Toyota Camry в любой комплектации, на абсолютно любых условиях, пиши, пиши обязательно либо в контакт, либо в инстаграме, либо на электронную почту, в описании, в комментариях, не очень удобно брать от вас информацию. Обо всех тонкостях, нюансах, появлениях подводных камней, или положительных моментов, я также вас буду информировать, с появлением информации. Высказывайте ваше мнение, пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу, возможно, что-то я не заметил, вам есть, что посоветовать сказать, обязательно пишите, я всегда читаю ваши комментарии, по возможности, всем вам отвечаю. Прямо сейчас ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канал, у меня на данный момент все, поэтому до новых встреч, всем пока!